В жестком мире смешных единоборств немного найдется спортсменов, вызывающих такого восхищения и уважения, как Федор Емельяненко. Последний император, как называют русского бойца в профессиональных кругах в спорте с 1997 года, где стал самым оригинальным, взрывным и быстрым тяжеловесом за всю историю ММА. Всем привет, бойцы! С вами канал Беларус Той ММА. В этом видео я расскажу о Федоре Емельяненко, чего же он добился за свою великую карьеру. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Не забыл, красавчик. Ну а мы погнали! Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежном. Владимир Александрович, отец будущего спортсмена, работал сварщиком. Мать Ольга Федоровна преподавала в училище. Федор был вторым из четырех детей. В 1978 году семья перебралась в Россию, поселившись в городе Старый Оскол. Там они жили в коммунальной квартире. Семейству досталась небольшая комнатка, изначально предназначавшаяся для сушки белья. В возрасте 10 лет Федя записался на секцию дзюдо и самбо, где тренировался под руководством Василия Гаврилова. Мальчика давал все время тренировкам, иногда даже оставался в спортзале на ночь. Будущему спортсмену приходилось водить с собой на тренировки младшего брата Сашу, которого не с кем было оставить. Александр Емельяненко тоже стал профессиональным атлетом. В молодости братья крепко дружили, но затем между ними начался скрытый конфликт. По словам Александра, Федор не ценит готовность близких оказать помощь. Окружил себя подхалимами, которые никогда не скажут правду. Старший Емельяненко в долгу не остался. Назвал брата опасным для общества, человеком и добавил. Считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. Ты назвал моих близких подхалимами, и ты мизинцей их не стоишь, поэтому ты не в моем окружении. Подхалим это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом с тобой и поддерживали тебя в сложную минуту. Спустя год успешных тренировок, Федору, как перспективному ученику, предложили перейти в ляды Владимира Воронова. После окончания средней школы он пошел чисто в ПТУ, получил кратный диплом электрика. Тогда же в молодости начал задумываться о спортивной карьере. В 1995 году Емельяненко призвали в ляды российской армии, где он прослужил до 1997 года. За годы службы, не забывая об интенсивных тренировках, парень увеличил мышечную массу более чем на 20 килограммов. С 2003 по 2009 годы Федор учился на факультете физической культуры и спорта Белгоградского государственного университета. В этом же учебном заведении спортсмен прошел аспирантуру. Вернувшись из армии, Федор Емельяненко стал победителем международного турнира, проходящегося в Курске, и получил звание мастера спорта по джидо и самбо. В 1998 году первое место на престижном международном турнире класса А пришло звание мастера спорта международного класса по самбо. В этом же году Федор стал чемпионом России и получил бронзу сразу в двух чемпионатах страны – по джидо и по самбо. Кроме того, спортсмен добился звания чемпиона в своей весовой категории. Следующий год принес Емельяненко победу в московских турнирах по самбо международного уровня. Более завоевал бронзу в международных турнирах класса А. В конце 90-х годов спортсмен перешел в ММА, избрав для сотрудничества японский промоушен «Рингс». Под этой эгидой, этой организацией Емельяненко провел 11 боев, проиграв лишь один раз. Неудача настигла его в финальной схватке. Соперник нанес Федору запрещенный удар локтем. В результате двойного рассечения россиянин выбыл из турнира. В 2000-м боец начал усиленно изучать технику бокса под руководством Александра Мечкова. В то же время он присоединился к Russian Top Team. Через три года Емельяненко покинул клуб, указав на некультурность управляющего Владимира Погодина и заключил контракт с Red Devil Fighting Team. В 2001-м году русский спортсмен все-таки стал чемпионом «Рингс». Затем, заметив успехи Федора, промоутеры Pride пригласили его в свою организацию. Емельяненко считает, что именно здесь состоялись его самые лучшие бои. Победой закончились встречи с голландским спортсменом Сами Шилтом, американцем Хитом Хеллингом, бродильцем Антонио Родриго Нагейрей, который оставался непобежденным до этого в течение шести лет. Особенно удачным в биографии российского бойца считается 2004 год. Победы шли одна за другой. Сначала спортсмен победил Марка Коллмана, затем Кевина Рэндлмэна. В последний день декабря Емельяненко уже второй раз встретился на ринге с Нагирой и выиграл бой, подтвердив чемпионский титул. В 2005-м году состоялся бой против самого опасного противника в японском периоде карьеры – Хорвата Мирка Крокопа. Эту встречу назовут одной из лучших в карьере российского богатыря, а также присудит ей титул боя года. Постепенно статистика Емельяненко стала меняться. Начались поражения. В последующие годы Федор провел ряд боев, которые не были столь показательными. А в 2006-м году Прайд обанкротился. Вопреки слухам о том, что Емельяненко будет драться в знаменитом американском восьмиугольнике Беллатор, он выбрал М1 Глобал. В этот период боев у него стало гораздо меньше, что компенсировалось повышенным вниманием к Федору на родине. Далее последовала схватка с представителем Кореи Хон Ман Чуэм, который закончился яркой победой российского бойца. Затем, одолев темой Сильвию, Емельяненко стал чемпионом WAMMA. Новый титул Адли защитил в 2009-м году, встретившись с Андреем Орловским из Белоруссии. Ожидаемым событием стало подписание контракта со Страйкфорсом, согласно которому спортсмен обязан был провести три боя. В первом бою против Брэда Родерса Федор выиграл. Другие две встречи с Фабрисиев Верном и Антони Сильвой, а также последующий бой с Дэном Хендерсоном окончились для него поражением. Тем не менее, россиянина называют лучшим в ММА. Неудачи оставили неприятный осадок в душе спортсмена. И он впервые заговорил о возможном завершении карьеры. Но вскоре порадовал болельщиками своими новыми победами и нокаутами. В конце 2011 года Федор взял верх над Джеффом Моцоном, за что удостоился поздравления президента Владимира Путина. А через несколько месяцев провел успешный бой с Педро Ризо. После этой схватки Емельяненко объявил, что официально завершает карьеру. Но 14 июля 2015 года Федор официально заявил о намерении возобновить спортивную карьеру. Возвращение последнего императора состоялось в поединке против индийского бойца Джай Дипа Синха. Автор-исполнитель песен Семен Слепаков даже сочинил композицию о знаменитом спортсмене. Сам Емельяненко в интервью представителям СМИ заявил, что песней ему это не понравилось. В 2016 году состоялся бой Федора Емельяненко против бразильца Фабио Мальдонадо. Встреча проходила в рамках культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года. Российскому бойцу изначально эксперты спрогнозировали победу, но пришлось прям почти зубами врывать триумф у соперника. Видео этого боя стало самым популярным в сети. В 2017 Федор подписал контракт с Белатом. Уже в феврале планировался первый поединок Емельяненко в новом промоушене. На этот раз его соперником должен был стать американец Мэтт Метрион, но бой не состоялся из-за болезни последнего. Встречу Емельяненко с представителем США перенесли на июнь 2017 года в Сан-Хосе. То сражение закончилось для Федора поражением техническим нокаутом. В 2017 году спортсмен прокомментировал инцидент с избиением вице-президента союза ММА Радмира Гадбулиева, братьями Гаджимуратом и Камзатом Хиромагамедовым, также являющимся членами организации. По словам Емельяненко, подобные действия не должны быть беззаконными. Сам Федор, будучи президентом союза, оставил принятое во всем мире правило, что послужило источником конфликта с двоюродным братом главы Чеченской республики Адамом Делихмановым. Последний угрожал Емельяненко за то, что тот осудил детский турнир ММА с участием сыновей Рамзана Кадырова. В 2018 году Емельяненко записал в свой актив победу в четвертьфинале гран-при тяжеловесов над бывшим чемпионом UFC Франком Миром, в полуфинале над Чейлом Соненом. В финале турнира победитель получил поиск чемпиона второго в мире по значимости промоушена. Финальный поединок за тел чемпиона мира в 2019 рассматривался как шанс 42-летнего Федора громко хлопнуть дверью и спокойным сердцем уйти на покой. Завершение карьеры последнего императора получилось бы поистине эпичным, несравнимым ни с чем. К тому же соперник попался достойный Райан Бейдер, последний раз проигрывавший в 2016 году на пути к бою с Емельяненко лишением студии одолевшего знаменитого Мэтта Митриона. Однако феерического зрелища не получилось. Или получилось, но поверло в шок поклонников Федора и экспертов. Россиянин не успел нанести Райану ни одного удара и проиграл нокаутом на 35 секунде. Глава Беллатор Скотт Кокер после боя сказал, что Емельяненко не обязан больше драться, поскольку добился в карьере всех вершин. Кроме того, контракт с Беллатором завершен и теперь спортсмен сам решит, продолжит ли карьеру. Такого же мнения придерживался тренер Федора Питер Тойсе, только добавил, что независимо от принятого подобичного решения, тренировать его больше не будет. О планируемом завершении карьеры сообщил и сам атлет в интервью. Он рассказал о своем состоянии после нокаута, а также о планах на предстоящий прощальный тур. Однако позднее Кокер предложил организовать в Москве прощальный бой Федора с хорватским атлетом Мирко Филипповичем. Из 45 поединков только 7 Емельяненко провел на родине. Поэтому выбор столицы России в качестве площадки для сражения тяжеловесов – это знак уважения по отношению к российскому бойцу. Но стороны не пришли к единому решению. И 29 декабря 2019 года состоялся бой Федора Емельяненко и Куинтона Джексона. Этот поединок стал первым в прощальном турнире российской звезды смешанного стиля. Встреча двух легенд состоялась на совместном турнире Беллатро и Райзен в Японии. Емельяненко одержал победу над Куинтоном Рампейджем Джексоном нокаутом в первом раунде, как в старые добрые времена. Стиль Федора Емельяненко отличается от его коллег по цеху. Боксерская техника атлета основана на ударах, которые он проводит по круговым траекториям. Поэтому спортсмен представляет для противника опасность именно на близкой дистанции. Усугубляет ситуация сила удара бойца. Настоящий чемпион владеет техникой нокаутирования как правой, так и левой рукой. Порой Емельяненко наносит удары ногами, но только в крайних случаях. И в скором времени Беллатр официально объявит бой Емельяненко. Но против кого? Против Джуниора Дусантоса или против Алистара Аверима? А как вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях, против кого Федор поделется. Ну а с вами был канал Белоросту ММА. Субтитры сделал DimaTorzok